В начале октября на Землю обрушится сильный метеорный поток. Принесет его комета Джакобини Циннера. Для Земли, уверяют астрономы, это не опасно. Напротив, стоит запастись желаниями. Метеорный поток похож на тысячи падающих звезд. Эта комета достаточно близко, периодически проходит от Земли. И, вращаясь вокруг Солнца, она испытывает влияние солнечного излучения, выбрасывая при этом какое-то количество газа и пыли. Комета Джакобини Циннера, обнаруженная в начале прошлого столетия, мимо нашей планеты пролетает часто. Однако мощнейшие метеорные потоки приносят не всегда. Увидеть их большая удача. Последний раз наблюдали полвека назад. На вооруженном глазом вы сможете наблюдать только сами метеоры. Это и пылевые частицы, и даже небольшие кусочки льдов, которые выбрасываются. Кометы еще не до конца изучены. По одной из версий, они появились на свет, когда Солнечная система только зарождалась. Это остатки строительных материалов. То есть кометы – это первородное вещество, которому 5 миллиардов лет. Состоящие из пыли, газа и льда, именно они принесли на Землю воду и жизнь. Земная вода, которая опять-таки течет в наших реках и накопилась в наших океанах, это тоже вода, доставленная кометами. После того, как ранее Земля образовалась, она была очень горячей, на ней практически не было воды. И затем, за вот эти самые сотни миллионов лет, за миллиарды лет, воду нам доставили кометы. Однако эти гости из космоса способны и разрушать. Самый яркий пример – Тунгусская катастрофа 1908 года, когда ударной волной повалила тысячи гектаров леса. Что еще раз доказывает, космическая опасность не миф, а кометы, которые принесли на Землю жизнь, могут также легко ее забрать.